Здравствуйте, мои хорошие. Я рад вас снова видеть. Я надеюсь, вы уселись, улеглись, приспособились и готовы слушать очередную историю об Алисе. И я надеюсь, вы не забыли пригласить всех соседей, друзей, подружек и подруг и друзей. Короче, если и забыли, я вам даю время, быстренько сбегайте, чтобы они все рядом с вами стали. Я очень вас ждал и очень хочу поделиться следующей историей. Итак, глава 11, в которой выясняется, кто стащил пирожки. Когда Алиса с Грифоном прибежали, король и королева уже сидели на троне, а кругом собралась огромная толпа. Печушки, зверюшки всех порой, не говоря уже о картах всех мастей. Перед судейским троном стоял в целях под охраной двух солдат, один справа, другой слева червонный валет. В правую руку от короля находился белый кролик с трубой в одной лапке и пергаментным свитком в другой. А в самом центре судебного зала стоял стол, а на нем красовалось большое блюдо с пирожками. На вид у них был такой аппетитный, что у Алиса прямо слюнки потекли. Хорошо бы суд уже кончился и позвали бы к столу, подумала она. Но так как судья по всему до этого была еще далеко, она, чтобы скоротать время, стала рассматривать все окружающее. Хотя Алиса раньше никогда не бывала в суде, она устала про суд, читала про суд в книжках. Ей было очень приятно отметить, что она знает, как тут все или почти все называются. Вот это судья, сказала она про себя. Кто в большом парике, тот и судья. Между прочим, в Англии судьи до сих пор носят парики. Хотя лягушки, караси и лаки уже давно их не носят, а может быть и никогда и не носили. Спросите, зачем носят? По-моему, для важности. Судей, кстати, был сам король. И так как на парике ему пришлось надеть корону, он очень стеснялся такой, наверное, был ему явно не к лицу. А вот эти 12 творюшек, она не могла найти другого слова. Ведь там были и птички, и зверьки. Это, наверное, присяжные. Нет, присяжные. Алиса без гордости раза два-три повторила это слово. Ну, вряд ли много найдется девочек в моем возрасте, а то и старше, подумала она, которые слыхали такое слово и знают, что оно значит. Если вы не будете путать присяжных заседателей и пристяжных лошадей, у вас будет не меньше оснований гордиться собой, чем у Алисы. Даже больше. Ведь сейчас гораздо реже, чем сто лет назад встречаются и те, и другие. Пожалуй, она была права, хотя слово заседателя было бы ничуть не хуже. Присяжные сидели на большой скамье, стоявшей на возвышении. Это скамья присяжных. В скамейке то все тело, кто на нее присел, то и присяжный. Вот, подумала она Лиса. У всех у них были грифельные доски, и все они что-то деловито записывали. «Что это они?» – шепнула Алиса к грифону. «Записывать-то нечего. Суд еще не начался». «Они записывают свои имена», – тоже шепотом ответил грифон. «Боятся забыть, как их зовут, пока процесс кончится». «Вот дураки-то!» – начала была Алиса громко выражать свое возмущение. Но тут же осеклась. Белый кролик закричал. «Соблюдает тяжело в зале заседания!» А король надел очки и обвел зал настороженным взглядом, разыскивая нарушителя тишины. Присяжные, Алиса прекрасно это видела, принялись записывать на своих досках. «Вот дураки-то!» – она даже заметила, что один из них не знал, как пишется слово «дураки». И попросил соседа подсказать. «Да уж, они там напишут», – подумала Алиса. «Могу себе представить». На беду у кого-то из присяжных грифель все время отчаянно скрипел. Алиса, понятно, не могла этого вынести. Она вскочила, незаметно подобралась к присяжному сзади и, улучив момент, выхватила у него грифель. Продела она это так ловко и быстро, что и бедняга-присяжный – это был как раз Тритунбиль. Даже и не понял, что произошло. Он долго искал свой грифель, но так и не нашел. И в конце концов решил писать просто пальцем. Правда, пользы от этого не было особенно много, так как палец не оставлял на доске никаких следов. «Лошатай, огласи обвинительное заключение», – произнес король. Белый кролик выступил вперед, трижды протрубив свою трубу, развернул пергаментный свиток и торжественно начал читать. «Эне, ене, ресквинтер, финтер, жес». «Эне, ене, раба, квинтер, финтер, жаба». Все пришли к червонной даме выпить чаю с пирожками. Пирожков у дамы нет. Пирожки стащил валет. «Удаляйтесь, на освещание», – приказал король присяжный. «Что вы, рано, рано!» – поспешно вмешался кролик. «У нас еще целая куча работы». «Ну что ж, куча-то куча», – уныло сказал король. «Вызвать первого свидетеля», – белый кролик вновь трижды протрубил в трубу и провозгласил. «Вызывается первый свидетель!» Первый свидетель оказался шляпой. Он явился с чашкой чая в одной руке и бутербродом в другой. «Прошу прощения, ваше величество, что я все это прихватил с собой», – сказал он. «Но когда за мной пришли, я еще не кончил пить чай. Надо было кончить», – сказал король. «Ты когда начал?» Шляпа гнился на очень милого зайца, а тут под руку Соня тоже притащился за ним в суд. «Кажется, 14 марта, вроде такс», – сказал он. «Пятнадцатого», – сказал зайц. «О, шешнадцатого», – сказал Соня. «Запишите это», – поверил король присяжным. И они старательно записали все три даты на своих досках. Потом сложили все числа, а сумму разделили между собой. Тут король спохватился. «Сними свою шляпу», – приказал он шляпе. «Она не маяс», – ответила шляпа. «Краденая», – закричал король, повернувшись к присяжным, которые не имели, но принялись записывать и это. «Я их ношу на продажус», – объяснил шляпа. «А сам я их не ношус. Я шляпный мастер». Тут королева надела очки и пристально посмотрела на шляпу, который под ее взглядом побледнел и стал корчиться, как жук на булавке. «Свидетель, давайте показания», – сказал король. «И не волнуйтесь, не то я велю казнить вас. Прямо на месте». Но, кажется, слова короля не очень-то помогли бедному шляпе справиться с волнением. Он продолжал переминаться с ноги на ногу, опасливо поглядывая на королеву и с перепугу даже откусил порядочный кусок чашки вместо бутерброда. Как раз в эту минуту Алиса почувствовала, что в ней происходит что-то странное. Сперва она никак не могла понять, в чем дело, но в конце концов догадалась. Она опять начала расти. Она хотела встать и уйти из зала, но потом передумала и решила остаться, пока сможет тут помещаться. «Перестаньте меня давить», – сказал ей Соня. Они сидели рядом. «Мне дышать нечем». «Не могу перестать», – виноват, – сказала Алиса. «Я расту. Не имеешь права тут расти», – сказала Соня. «Что за глупость?» – сказала Алиса. «Уже не так виновата. Ты ведь тоже растешь?» «Мало ли что. Я расту, как все я расту. Прилично», – сказала Соня. «А ты безобразничаешь». Она встала с очень обиженным видом и ушла в самый дальний конец зала. Королева все это время не сводила сурового взгляда со шляпы. И как раз когда Соня пересаживалась, она сказала кому-то из судейских чинов. «Принесите-ка мне программу последнего концерта». При этих словах злосчастный шляпа так затрясся, что ботинки сами собой слетели у него с ног. «Свидетель, давайте показания», – повторил король. «Гриневна, иначе я велю всех казнить, можете не волноваться». «Я человек маленький, Ваше Величество», – начал шляпа. Голос его дрожал и прерывался. И не успел он сесть по печейку, а масло, оно кусается, да и хлеб тоже. «Опять же, крокодильчики, качая». «Что качая?» – в заземлении спросил король. «Начинается с чая», – сказал шляпа. «Опять же, качая, кончается с чая, а не начинается», – возмутился король. «Вы меня что, за дурака тут принимаете? Продолжайте». «Я человек маленький», – продолжал шляпа. «И потом все стало качаться, а очумелый заяц и говорит». «Не было этого», – немедленно перебил заяц. «Былось», – сказал шляпа. «Отказываюсь», – сказал заяц. «Он отказывается от своих слов», – сказал король. «Оставь его в покое и иди дальше». «Ну, во всяком случае, Соня и говорится». Тут шляпа тревожно оглянулся на Соню, не будет ли она отказываться от своих слов. Но Соня ни от чего не отказывалась. И она спала как убитая. «Дальше?» – продолжал шляпа. «Намазал я себе бутербродс». «А что же Соня сказала?» – спросил кто-то из присяжных. «Того не упоминаюсь», – сказал шляпа. «Обязана упоминать», – заметил король. «Иначе будете казнены». Бедняга-свидетель выронил чашку, бутерброд, и вообще и сам упал на коллеги. «Я человек маленький, Ваше Величество», – опять начинал. «Сам вижу, что невеликий, невеликий мастер говорит», – сказал король. «Тут какая-то морская свинка зааплодировала и была немедленно выдворена судейскими чинами. Так как не все знают это слово, я вам скажу, что оно значит. У них был большой резиновый мешок. Они сунули туда свинку вниз головой. На веревке опустили мешок за окно. Немного подергали веревку, и морская свинка весело выскочила во двор. «Очень хорошо, что я видела, как это делается», – подумала лиса. «А то в газетах часто пишут, выдворили из пределов, а я до сих пор не понимала, что это значит». «Свидетель», – строго сказал король, – «если вы на этом закончили показания, можете сесть». «Спасибо, мы постоим», – сказала шляпа. «За что же меня сажать? Я не виноватся». «Не хотите сидеть, можете прилечь», – сказал король. Тут вторая морская свинка зааплодировала и тоже была выдворена. «Ура! Больше ни одной не осталось. Без морских свинок дело пойдет. Веселее», – подумала лиса. «Я бы лучше пошел попил чайкус», – сказала шляпа с опаской, глядя на королеву, все еще читавшую программу концерта. «Можете идти», – сказал король. И шляпа кинулся прочь со всех ног, забыв даже надеть свои ботинки. А попутно отрубить ему голову, – распорядился королева. Но шляпа уже и след простыл, так что выполнить ее приказание было затруднительно. «Вызвать следующего свидетеля», – сказал король. Следующий свидетель оказался свидетельницей. Это была повариха-герцогиня. Она не выпускала из рук огромной перечницы, и об ее приближении алиса догадалась задолго до того, как повариха вошла в зал. «Так дружно принялись чихать все, кто сидел у входа!» «Уху-ху! Давайте показания», – сказал король. «Не-а», – сказала повариха. Король растерянно поглядел на белого кролика, и тот, понизив голову, сказал, «Надо подвергнуть ее допросу с пристрастием, Ваше Величество!» «Ну что ж, надо так надо», – сказал король, без особого энтузиазма. Он скрестил руки на груди, так страшно нахмурился, что глаза его превратились в черточки, сказал, страшным загробленным голосом. «Из чего делают пирожки?» «Все больше из перца», – сказала повариха. «Из мармалада», – произнес чей-то сонный голос. «Нацепь эту Соню, придушивайте эту Сону, отурбить Соню голову, выдворить Соню, ущипнуть ее, оторвать ей хвост», – заверещала королева. «Несколько минут в судебном зале царила ужасная суматоха, все пытались поймать и выдворить Соню, а когда котельма окончилась, повариха уже исчезла». «Да и слава богу», – сказал король, вздохнув большим облегчением. Он в полголоса добавил, обернувшись к королеве. «Я тебя очень прошу, дорогая, следующего свидетеля допрашивай с пристрастием ты. У меня вся кожа на лице заболела». Алиса с любопытством следила, как белый кролик копается в своих бумажках. Ей было очень интересно, когда же еще могут вызвать свидетелем кого. «Пока что у них никаких улик нет», – думала она. Представьте же себе, как она удивилась, когда белый кролик во весь свой пискливый голосишко возгласил. «Алиса». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова